Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вы назвали свой вопрос, не понимая, что от меня хотел. И пишите о том, что вы влюбили соседа 16 лет, который приехал к вам в дом. Он много старше. Любил я его, пишите вы по-тихому, с 10 класса. И его, собственно, видимо, любите до сих пор. Если то, что происходило со мной, можно назвать любовью. Учился он в другой школе, вижу его, и сердце падало. Сам в себе красивый и спортивный, но это только внешность. Какого человека, не знаю, так как общения не было. Я на него сильно смотрела только, но познакомиться не решал. Он мне казался высокомерным, эгоистичным, он проходил мимо, никогда не здоровался, и лицо у него было достаточно жёстким. В итоге моё желание спуталось. Эмоции утихли, но не до конца. В итоге, оставаясь одиночкой, я уже поступил в институт, уже третий курс. Я стал замечать изменения в его поведении. Кто дверь придержал, тот взгляд стал задерживать. Ну ладно, думаю я. Но нет никаких чётких действий. А потом, перед Новым годом, его мама спустилась к нам, поздравила с Новым годом, угостила мандарины. И говорит, у тебя есть друг? Я отвечаю, нет. В гордом одиночестве. А вот самая мысль вникнула, вот интересуется моим семейным положением. Она смотрит и говорит, а мой сын с одной не ходит. Смотришь на меня, я удивилась, она говорит, мой сын ходит с кучей девушек. Как со стороны слова его матери выглядят? Как-то не вяжется её слова, что-то не соответствует моей мысли, что она мною интересуется. Мне почему-то обидно было, как-то особо чётко слышать от матери мальчика, который нравится, что у него куча девочек. И зачем мне это говорить? Вступить в диалог с ней на эту тему как-то не сразу осознало. На следующий день его сын с другом возле меня остановились. Он улыбнулся из машины. Я не очень любезно отреагировал, а потому что злил с моего мать. И то, что он с машины не вышел и с другом не один, а я одна. Посмотрел их, посмотрел холодно и с ноткой агрессии. Он отъехал мимо, прошёл, они вошли в подъезд. Теперь, когда видит меня, грубо так смотрит, мне это неприятно. Он так смотрит, как будто я его задел. Мог ли он обидеться на это? Ведь, наверное, я понимаю, что у вас машина, это как-то неэтично, что ли. И ведь он до этого уже сколько лет не здоровался мог в соцсетях писать. Куча способов познакомиться, если есть желания, да и их намерения прозрачными не назовёшь. Всё это выглядит странно и непонятно. Более того, сейчас он стал встречаться с девочкой модельной внешности. Ей видно, что она его не любит, но она добивается даже створную розу, всякие дорогие подарки. Пишет статус, что добьётся. Тем более я уверен, что ухаживание к этой девушке он начал явно не так. Он начал сразу анонимные цветы отправлять в курьеры. И как-то мне его столько обычного ухаживания больно особо смотреть. У меня появилась идея в один момент, что я ему нравлюсь. Вот я глупая. Но поведение в матери купило с толку. Не знаю, как теперь реагировать на него и на мать. Живём мы рядом. Вообще ситуация довольно типичная, если учитывать то, например, что вы очень много вещей по факту додумываете. Вот. Очень типично. Человек, когда додумывает многие вещи, он, как правило, вот замыкается в этом смысле, сам на себе замыкается, да, и в общем-то получается в итоге то, что получается в вашем случае. Вот. К сожалению. Поэтому, я думаю, что, во-первых, вы фокусируетесь только на одном человеке. на мужчине. Только на одном. Почему-то. То есть, ну, есть у вас чувства, да, к одному человеку. Ну, ладно. Вот. Почему бы не общаться там с другими, ну, с другими мужчинами, несмотря на то, что вам нравится один человек. Непонятно. Вот. Ну, также есть ожидания. Ожидания достаточно серьезные, судя по тому, что, ну, судя по тому, что я могу видеть. Вот. И на мой взгляд, вот, вы все больше и больше уходите в свои элитии. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. И в общем и целом ситуация эта выглядит не очень хорошо. Лучшим способом для вас было бы откровенно поговорить с человеком и рассказать ему о своих чувствах. Вот. И так или иначе столкнуться с какой-то обратной связью, чтобы для себя эту ситуацию завершить. Вот. Ну, решать, конечно, вам. Вот. Хотите вы этого или нет. Но я бы, вот, обратил бы ваше внимание на это. Ну, и, конечно, работать с уверенностью в себе. Ага. Вот. Как бы работать с уверенностью в своих силах, да. Ам... Эм... 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 Как бы работать, эм... 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 Своей эм... 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 Сано... Ну, самоотменкой. Эм... 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 То, что вы можете сейчас вот сделать, как мне, по крайней мере, кажется, это лучшее, что вы могли бы для себя самой сейчас сделать, как мне кажется. В противном случае так вы и будете пребывать вот в столь подвешенном состоянии. Что касается того, как реагировать на, допустим, маму и так далее, я бы сказал, что вы уже в этом смысле как-то реагируете. То есть вы уже в этом смысле как-то себя проявляете, у вас уже в этом смысле есть какие-то реакции, у вас уже в этом смысле есть какие-то эмоции. И на мой взгляд, вы можете либо скрывать это, да, то есть либо вот пытаться как-то это подавлять, вот, либо просто так или иначе вот позволить этому быть. Вот, я бы, наверное, такой бы ответ вам здесь бы, да, с точки зрения вот как раз психологии, да, с точки зрения, психотерапии и так далее. А на этом всё, я надеюсь, что вам мой ответ был полезен и интересен. Желаю вам всего самого доброго, удачи обращайтесь за помощью, вам она пригодится и буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой.